Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Час интервью». Я ее ведущий Григорий Антимоний. И сегодня гость нашей студии Алена Жукова, писательница. Но сегодня мы ее пригласили не столько в связи с ее творческой деятельностью, а потому что приближается очень важное, интересное событие в жизни всего русского Торонто. Это очередной фестиваль русского кино. Вы являетесь вице-президентом этого фестиваля и программным директором. У меня сразу такой вопрос. Вы сами отбирали фильмы для этого фестиваля? Безусловно, сами отбирали фильмы, и это уже не первый год, потому что фестиваль в этом году, третий год, проходит. И с самого начала, с идеей рождения фестиваля, это была очень важная задача показывать то кино, которое будет интересно не только русской улице, но и канадцам. Поэтому я как программный директор этого фестиваля всегда ищу что-то интересное и такое универсальное. Но, конечно, руководствуюсь тем, что должны быть представлены фильмы последних лет, это безусловно, и лучшие фильмы. Но теперь, вот в этом году, у нас немножечко другая формат нашего фестиваля. Первые два года мы делали фестиваль, что называется, на собственные деньги, за счет помощи спонсоров наших. В этом году нас признала Министерство культуры Российской Федерации, и это первый год, когда мы уже входим в пул фестивалей, которые спонсируют Министерство культуры. То есть делается полностью государственные деньги, так можно сказать? На эти деньги тоже невозможно сделать полностью, но это солидная доля, которую Министерство культуры дает на проведение этих фестивалей. В Европе было несколько, или есть сейчас несколько фестивалей, а на этом континенте была неделя в Нью-Йорке. И вот мы вторые. Это очень почетно, это очень важно. Ради этого, собственно, все и начиналось. И с этого все начиналось. Потому что идея создания фестиваля этого возникла вот у меня лично с момента знакомства с генеральным директором Московского кинофестиваля Натальей Семиной. Нас свела просто дружба, и мы как-то подумали с ней о том, что очень здорово бы придумать что-то такое тут, в Торонто. У нее тут живет брат, она часто бывает тут, нас связывает дружба. Я теперь езжу каждый год к ней на фестиваль, на московский кинофестиваль. И нам хотелось тут тоже что-нибудь такое делать. А потом возник такой замечательный человек, как Валерий Коган, президент нашего фестиваля. И вот с этого момента началась работа уже, серьезная работа по осуществлению этого проекта. И два года, два года мы рисковали, мы вкладывали свои деньги в надежде на то, что нас признают. Потому что как только ты входишь в пул этих фестивалей российского кино, да, тогда у тебя есть будущее. — Понятно. Значит, сегодня Торонто, в общем, среди других, вы сказали, в Европе, да? — В Европе лимош, во Франции, в Испании есть, по-моему, в Польше. В общем, есть, вот Европа, она достаточно охвачена. Вот этих, ну их четыре, по-моему, или пять, я точно не смотрела. Я только знаю, что вот была неделя Нью-Йоркского, Нью-Йоркская неделя. — Ну да, Нью-Йоркская неделя хорошо помню, как... — Да, вы знаете, да. Им уже 10 лет. — Да. — И у нас вот только вот... — Я, в общем, скажу, что я бывал на... ну, много лет назад на Нью-Йоркских этих показах. И помню, что, в общем, интерес был очень большой, просто даже неожиданно большой. И показывали фильмы обычно и в Манхэттене, и на Брайтене. Вот. И публика в Манхэттене была даже... ну, там она немножко отличается. Вот. Но попасть было довольно сложно. Вот я помню, на некоторые фильмы было попасть сложно. Скажите, вот ощущается какой-то ажиотаж, вот, в связи с наступлением? Вот вам звонят знакомые, просят достать билет, и все это есть? — Вы знаете, поскольку два года подряд мы привозили достаточно интересных людей, ведь что такое фестиваль, это же не только фильмы, да? — Ну, конечно, да. — И это возможность с этими людьми сфотографироваться, взять автограф, поговорить в зале, даже не со сцены. Эти люди выходят, выходят в публику, и человек может к своим кумирам прикоснуться. Что было с Гариком Сукачевым в прошлом году, это просто не описать. Просто люди висели на нем, а он замечательно совершенно с людьми общался, давал автографы и так далее. Егор Бероев, Вера Глаголева, Алла Сурикова — это все люди, которые к нам приезжали эти два года. В этом году у нас, наверное, на волне этих двух фестивалей сейчас тоже постоянные звонки и интерес. Конечно, самый большой интерес вызывают у нашей, у русской публики, это День памяти Гурченко, Людмилы Гурченко, и то, что приезжает ее муж сюда. — Мы сейчас переходим уже к нынешней структуре этого фестиваля, как будет строиться показ, пока мы не говорим об отдельных фильмах, но вот как будет строиться вся эта фестивальная неделя. Значит, День Гурченко — это отдельно выделенный день. Что там будет? — Этот день — это единственный день, и это единственный фильм, который показывается без субтитров английских. Именно потому, что будет общение прямое, приезжает муж ее, и мы себе не представляли эту ситуацию, когда с переводом, зал — это невозможно. Потому что это не только просмотр, там будет не только фильм, там будет очень много роликов, связанных из других фильмов, там будут частные какие-то воспоминания. Поэтому это единственные русско-совсем 100% русскоязычные мероприятия внутри фестиваля. И будет оно проведено в Роме, в Ройл-Лотарио-музее, в прекрасном зале. И мы хотим, чтобы это был не просто праздник, это неправильное слово, но это действительно День памяти великой актрисы. Почему это стало возможным, и почему я очень хотела, чтобы это произошло. Потому что 20 лет назад, ровно 20 лет назад, снимался фильм «Секс-сказка». Я была редактором этого фильма, это была Одесса. И Людмила Марковна приехала на съемки этого фильма. И на съемках этого фильма она познакомилась с ее будущим мужем, Сергеем Сининым, который был большим моим другом. Уже тогда он работал в той компании, кинокомпании, в которой я была художественной марковой, главным редактором. И я видела начало их отношений. Я видела, как горели глаза у Людмилы Марковной, какой красавицы она была на экране и в жизни. Как Сережа потерял голову. Это была настоящая любовь, что бы ни говорили сейчас вокруг этого всего. И вот ровно через 20 лет я, когда еще Людмила Марковна была жива, я очень часто просила Сережу приехать к нам сюда. Все откладывались, все как-то собирались. И вот год назад ушла Люся. И я благодарна Сергею, что он приезжает сюда, в Торонто, чтобы поговорить о ней. Будут звучать много музыки, песен. Придут музыканты, которые будут играть ее песни. Это будет большой праздник. Он выступает не только в роли мужа, но и продюсер. Это будет фильм, будет показан ее последний фильм «Пестрые сумерки». И он был продюсером этого фильма. О чем этот фильм? Фильм о слепом музыканте. Вы помните эту историю? Может быть, она очень часто муссировалась. Они говорили в телевизионных программах о том, что Людмила Марковна хочет усыновить слепого музыканта, совершенно феноменального мальчика. И она не усыновила. Это все были разговоры. Она просто помогла этому человеку, этому ребенку найти себя. Он музыкант замечательный. Я не знаю, как сейчас складывается судьба этого мальчика, но этот фильм о нем. В этом фильме играет Ширвинд. Это интересная картина. И это последняя, где Гурченко выступила не только как актриса, но еще и режиссер. Алло, алло, ну не молчите, говорите. Когда окончательно решишь, я позвоню. Странно. Никогда бы не подумал, что ты способна так переживать о ком-нибудь. Однажды ты сказала, что нуждаться в других людях – это признак слабости. Решил помочь слепому, да? А мне помогать не надо. Ты лучше себе помоги. А сейчас сама нужна есть, не в ковре. Ну что, не в ковре? Ничего. А почему ты один? Я не один, я с Суворовым. Только он потерялся. Он в России показывал, что шел широким экраном. Шел, ну что такое широкий экран в России для российского кино, вы, наверное, знаете. Да, да, да. Подозреваю. Поэтому вот все фильмы нашей программы, если меня спрашивают, широко ли он, они шли в России. Я могу даже, то есть я не буду называть количество копий, которые были напечатаны по этим фильмам, это стыдно. Эти фильмы практически шли в одном кинотеатре и не делали кассу совершенно. Вот это поразительная вообще вещь, поскольку, ну, я слежу за, в общем, российским кино, насколько это позволяет мне время и обстоятельства разные, но у меня такое впечатление, что кино, в общем, развивается, растет. Появляются очень сильные фильмы, которые, ну, могут достойно представлять Россию на любом международном конкурсе и иметь успех в прокате в родной стране. И почему это не происходит, почему эти фильмы, ну, в общем, ожидают такая незавидная участь, это мне непонятно. Ну, это примерно такая же история, как вот прокатчики, да, они зомбированы тем, что это не принесет, да, это не принесет. Плюс, наверное, нужно вкладывать большие деньги в рекламу. Те фильмы, которые заказаны Первым каналом, мы прекрасно знаем. Какая реклама мощная. Да, как они раскручиваются, да. Про качество молчим этих фильмов. Они недостойны, порой, да, часто, недостойны того, чтобы возле этого была такая же у них. А хорошие фильмы действительно. Вот пример этому Борис Годунов. Фильм сделал Владимир Мирзуев. Мы прекрасно знаем Владимира Мирзуева, который жил у нас тут, в Торонто. Он прекрасный театральный режиссер. Я его знаю как ученика Эфроса. Вот, помню его работы театральные. Он жил тут, он потом вернулся в Москву. Мы уже второй год, вот это вторая картина. Первый год мы привозили человека, который знал все с Егором Бероевым. Это тоже Мирзуева картина. Вот, Борис Годунов – это его вторая картина. Это ведь уникальный совершенно фильм тем, что пушкинская драма дословно перенесена в сегодняшнюю Россию. Аллюзии, конечно, удивительные. Аналогии проводятся тоже очень интересные. Фильм был практически показан в одном кинотеатре «Пьянер». Копий очень мало напечатано. Картину даже не показали на телевидении. Вы понимаете, это совершенно… Ну, вы знаете, я видел этот фильм, и я могу, скажем, понять логику прокатчиков, да, в общем, вот сочетание Пушкина и вот такой вот перенос в современность, в общем, производит достаточно такое шокирующее впечатление. Ну, я так представляю себе вот это вот рассуждение человека, который пытается на этом заработать. И, естественно, в общем, вывод совершенно однозначен. Но, скажем, вот один из моих самых любимых фильмов последних лет – это «Париж-Монамур». «Париж-Монамур». Ой, «Сибирь», извиняюсь, ради бога. «Монамур» – это целая серия этих. Ну, вот этот фильм, в общем, я считаю, что он бы в прокате, мне так кажется, по крайней мере, так как я представляю сегодняшнюю российскую аудиторию, он имел бы там, ну, какой-то успех. Я вам сейчас расскажу историю, и она не секрет, что уже на уровне перед постпродакшен, вот уровень монтаж, когда закончился монтаж фильма, этот фильм в этом материале увидел Люк Бессон. И Люк Бессон стал дистрибьютором этого фильма в Европе. И этот фильм с фестиваля на фестиваль. Этот фильм знают уже все. У меня была радость в моей жизни, что первый показ этого фильма в «Доме кино» на фестивале, в «Московском фестивале» международном я увидела. И потом я просто побежала к директору русских программ Ирине Павловой, которая приезжает. Режиссер этого фильма тоже к нам приезжает, слава русских. Слава русских. И я попросила Иеру, пожалуйста, познакомь меня с этим человеком. Это удивительное кино, это был первый показ. И с этого момента я сказала, да, этот фильм обязательно приедет в Торонто и его покажут. Деда, а папка меня бросил. Пропал, не помер. Знаете, ждать будем-то? Под папку дождемся. Будем вместе жить. Ну, что ждать? Зимой сюда не проехать. Что вы ездить-то будете? Деда, Бога нарисован. А что, Бог желтый, что ли? Он же светится. Может, заберете Лешку к себе? Завтра в зад буду. Живет, где-нибудь. Так что, дед Слежка у нас будет жить? Мы тут с отцом так порешили. Не поедет он больше к деду. Ага, ты папке письмо отдай. А то он подумает, что я его не ждал. Господи, Иисусе Христе, спаси деду, пожалуйста. Я куда-то собралась? Мономар. Мальчишку забрать. Казал придет. Значит, придет. Прокат его в России тоже очень слаб. В Европе, думаю, ну, тоже в специальных, наверное, кинотеатрах, но это очень важно, что Люк Бессон как бы сегодня стоит за этой картиной в плане дистрибурного. Международного международного. Да, конечно. Понятно. Эти картины мы должны были начинать. Этот фильм должен был быть фильмом открытия нашего фестиваля. Но Слава Рос, режиссер этого фильма, был приглашен сейчас на два подряд действительно конкурсных фестиваля в Монако. Он сейчас взял три основных приза в Монако и сразу после этого в Эквадор. И поэтому он может приехать не седьмого, а восьмого к нам. Потому что он еще будет в Эквадоре ждать результатов конкурса. И, к сожалению, нам пришлось заменить Сибирь Мономур бедуином. Но это тоже очень достойно интересная картина. И Игорь Волошин, режиссер. Но Сибирь Мономур, да, я с вами согласна, это удивительная картина. И у зрителей, все, кто придет на просмотр этот фильм, будет возможным со Славой Рос им вообще. Ну, я хочу просто обратиться к тем, кто смотрит нашу передачу. Я даже немного вам завидую, потому что многие из вас впервые увидят эту работу. И вот это вот потрясающее совершенно впечатление от этого фильма, которое было у меня, я думаю, будет у многих из вас. Я вас очень настоятельно приглашаю, рекомендую посмотреть эту ленту. Но мы уже так плавно перешли. Да, и, естественно, следующий фильм, о котором мы хотели поговорить, это работа Андрея Смирнова, который столько лет молчал, столько лет готовился к этой, в общем, тоже совершенно грандиозной, на мой взгляд, кинематографической работе. Потому что там, если говорить об уровне мастерства, то он в каждом кадре, в работе каждого актера, независимо, так сказать, это роль второстепенного плана, или одна из главных. Ну, это вот таково мое мнение просто как рядового зрителя. Хотя ощущение общее, вот это безнадежной, беспросветной, жуткой этой вот действительности тех лет, которое так плавно переходит в сегодняшнюю российскую действительность, хотя там нет никаких аллюзий и намеков, в общем... Нет, ну там есть, там слоган этого фильма, кто не помнит свою историю, вынужден переживать ее вновь и вновь. И там история в конце с Китежем, с городом Китежем. Да, да. Там четкие параллели проводятся. По теремцам развесистым, задумчивым он сидел. Здорово, баба! Забыл, как тебя звать? Ты баба, твое место там, и где твой мужик? Проста, как курица. А голос все одно лисий. Сучка я. Сучка я, жадная. Пролетарий всех стран! Залюбляйся! Земля-эн-то не ваша. Земля-то перенародная. В Красной Армии слова с делами не расходят. Молодец! Последний кусок рода! Так мы парки последнее оценим. Только коммунистов убивайте. А что его? Вот обекучим. Вы идут так. Убивай, батюшка. Вы, боже мой, вот я. Опишу, попомнишь, шкура! Хаим, отнесся, она достанется! Чтобы вы могли как профессионал сказать зрителям об этом фильме. Этот фильм удивительный. Это правда удивительный, потому что более вот такого мощного, эмоционального кино я давно не видела. Я всегда смотрела эту работу и вспомнила Климова. Вы помните картину? Да, конечно. Вот что-то такое. Для меня это еще было очень важно тем, что была возможность, ну я вам секрет расскажу, кухни, подбора, да, может быть я, не все в моей команде будут довольны, что я об этом говорю, а может быть зрителю важно знать. В тот момент, когда я собирала программу, я думала о том, что у нас теперь в Торонто живет Алексей Серебряков. И многие фильмы этой программы были ориентированы на то, что Алексей будет представлять их. Конечно, у него там замечательная роль. Но так случилось, что Алексей вот прям вот, вот он уже уехал в Москву и там начинаются съемки, там три фильма, в которых он должен сниматься. И это было неожиданно для нас, но я решила ничего не менять. И на наше счастье к нам приезжает главная героиня. Это Дарья Камасова, которая получила Нику за лучшую женскую роль. И этот фильм, я думаю, будет не только русскому зрителю интересен. Мне вот кажется, что вот такие исторические полотна, да, серьезные, они будут канадцам тоже интересны. Ну, я думаю, что если канадцы, так сказать, достаточно хорошо информированы вот о том, что их ожидает, то они должны пойти. Ну, и прошлые работы Андрея Смирнова, может быть, не так широко известны за пределами России, но вообще это такая мощная творческая личность, которая сама по себе заслуживает самого серьезного к себе отношения, внимания каждой его работы. Мы очень хотели, чтобы он приехал. Мы очень хотели, чтобы он приехал. Но он как, не, недалечу. Ну, то есть, не очень себя хорошо он, видимо, чувствует. Но, во всяком случае, мне очень радостно, что Дарья будет представлять картину. Она интересная актриса, она интересная личность. Да, да. Конечно, если бы был еще и Алексей Серебряков, ну, это вообще праздник. Ведь другая картина, о которой я тоже хочу сказать, в связи с Алексеем Серебряковым. Иванов? Иванов. Вот я эту ленту не видел. Я вам очень советую посмотреть. Во-первых, потому что это редкий, знаете, такой ролик, как сделал Алексей Серебряков в этом фильме, а вы как человек театралный. Да? Вы понимаете, что такое театр. Вы понимаете, что такое театр перенести в кино. Иногда это скучно. Иногда это большие удачи. Вот. А Серебряков сделал настоящего русского Гамлета. Я такого Ивана. Мы хорошо, мы все изучали пьесу Ивана. Мы знаем, как Антон Павлович Чехов с момента с желанием написать эту пьесу, даже не представляем, в каком жанре это все будет происходить. Сначала это была комедия, потом это была драма. А на самом деле эта история, эта история очень современная, потому что эта история мающаяся о измученной депрессии глубокой, разочаровавшейся, а вместе с тем очень чистой личности, личностной человека, который не видит возможности жить в этом мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже слышал об этом! Я же за все платила. Решительно за все. И так доброго. Я прошу покинуть в сию же минуту мой дом! Я буду твоей женой. Я хочу ей быть. Никакой чахотки нет. Докторское шарлатанство. У меня тут есть заветное. Черт! Ты же в жар! От него бросила. Я экзотирован. Ты вновь предо мною. Я вновь пред тобою. Ну устроите что-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серебряков сделал грандиозную роль. Теперь по поводу фильма Иванов. А его вообще тоже нигде не показывали. Его тоже не взяли на телевидение. Фильм Дубровицкого режиссера, который сделал Иванов, до этого он сделал свадьбу Кричинского. 16 серий сериал. Она тоже не была показана на телевидении. Почему? Ну, не будет интересно. Оказывается, ну, может быть, разве на канале культура? Ну, культуры нет таких денег. Получается, что такое кино потом никто не видит. И что очень интересно? Фильм очень интересный. я тоже всех призываю прийти посмотреть. Он, к сожалению, нет, к счастью, он долго идет, но я, в смысле, он где-то около трех, два, два с половиной часа. Два с половиной часа. Какого числа он будет показан? Иванов у нас будет показан. А, вот у меня тут расписание. Наш Иванов будет в субботу в час дня. Показан. В Иннес-холле. У нас две площадки, у нас две площадки фестивальные. Это Иннес-хол, это University, это Иннес-хол и Иннес-колледж. У нас и были прошлые, в прошлые разы, там прекрасный зал. И только один день, воскресенье десятого, мы в Роме, в Ройл-Онтарио музей. Там с 12 часов дня. Вот там будет Гурченко и детский день. Понятно. А Иванов вот у нас в час дня, в субботу. Ну, раз вы упомянули о детском дне, давайте, может быть, поскольку детское кино в сегодняшней России, по-моему, вообще не существует. Это такие попытки придумать такое какое-то неудачное. Это не детское кино, это как бы соединение взрослой психологии достаточно не всегда убого иногда очень часто по поводу, что модно. И получаются чудовищные варианты соединения взрослого кино. Мы как-то повторяем американский вариант, но американские варианты как-то веселее, непринужденнее, может, у них опыт есть. такой, да. А у нас, конечно, это все в России как-то не получается с детским фильмом. Мы приводим сериал, который уже пробирован везде. Это смешарики, это анимационные, но это не сериал, это сделанный фильм по смешарикам, по этим всем 10-15-минутным этим сериям. Мой самый коварный, самый гениальный план! Всем приготовиться! У вас может быть уселом, что можно взять им жизни, но потом придут они. Ёжика надо выручать! Детский день будет проходить в Руэл-Онтарио-музее. Перед показом фильма будут выступать фокусники, клоуны, раскрашивания, молодые арти... Это юные там... Артисты привозят куклу смешариков, что здорово. Вот эта компания, которая сделала этот фильм, они нам дарят большую... привозят большую куклу, с которой можно будет фотографироваться. Ну, то есть, это будет веселье на всю катушку. Ну, хорошо, приходите. С субтитрами идет, то есть, мы надеемся о том, что... Канадские дети. Что канадские дети тоже. А вот в связи с этим ситуацией с детским кино, вот этот фильм «Мой папа барышников», вы к какому жанру его относите? Я думаю, что это такая... милая драма. Но это детский фильм? Нет, это не детский. То есть, там действует подросток, но фильм совершенно не детский. Хотя, он... Я думаю, что он все-таки взрослый, причем тем взрослым, которых помню, что такое перестройка. Слово перестройка это основная линия этого фильма, потому что все, что там происходит, там мотивация очень многих поступок, которые... Или все, что происходило, могло происходить только в то время. и перелез на финал, когда на Большом театре большая растяжка мальчика. Ну, я не буду рассказывать сюжет, но мальчика, который дал в Большом театре. Хотя он был совершенно... Ну, из него бы не получился танцовщик хороший, зато получился замечательный бизнесмен и администратор. 1986 год мне запомнился надолго. А все, что было раньше, прошло, как в тумане. Я был очень впечатлительным мальчиком, наверное, потому, что у меня не было отца. Я даже не знал, кто он. И еще потому, что я учился в хореографическом училище и мечтал о всякой ерунде. О славе, о приключениях, о том, чтобы взять и легко так поднять самую красивую девочку в классе в Робовске. А это я. Вон тот смешной в наушниках, которые по большому блату достались моей маме. Гадкий утенок. Но я, конечно, мечтал, что однажды вылечу на сцену Большого театра и все увидят, что я за птица. А еще мне тогда все время хотелось двух вещей свободы и мясо. Мясо было дефицитом, свобода тоже, хотя именно в этом году появилось слово перестройка. В школе Большого театра перестройки не будет. Бананы любишь? Был у нас один очень талантливый юноша. Игорь Васильевич, скажи, чтобы он меня отпустил. Мужики Фишкин в трусах не танцуют. Приходит он однажды в Большой театр. В уфете никого. Настоящий мужчина приносит мясо. Вон пошел. И большая связка бананов. Что дают? Вырезку. Боря, ты у бабушки переночил? Свисает с блюда. Что за чувак? Барышников. У тебя похож. В натуре. Алло. Ты что, самое основное, а? Мой папа Барышников. Да, Раяс Максимовна, здравствуйте. Так вот, он берет этот банан. Барышник. Цап. Фишкин. За кулисы. Я Боря. И съел. Иди отсюда. Боря. Что сделал? Догадайся теперь. Ха-ха-ха. Где этот талантливый юноша? Пусть танцует в Большом театре. Давайте тогда о фильме, с которым вы начинаете показ. Мы начинаем с фильма «Бедуин». Это все происходит в момент открытия нашего фестиваля. Открытие 7 июня. В данном случае я так широко об этом говорю, потому что, да, конечно, на любое открытие любого фестиваля есть момент такого приглашения. И приглашаются, естественно, спонсоры, люди, которые в медиа, все, да, это специальные приглашения. Но в этом году мы решили так, что есть какая-то часть билетов, которые люди могут купить. Стоимость там не ах какая, но люди могут прийти и пообщаться вот в это, у нас это будет происходить на Виннес-холл, на Курт-Риард, на Бакьярде, где лето, тепло, музыканты, ресепшн, все это красиво. Пожалуйста, приходите, покупайте билеты, приходите на открытие. А после этого, после небольшого концерта, приветствия, всяких слов, речей и так далее, будет показан фильм «Бедуин». Но я уже сказала о том, что мы собирались открывать фестиваль Сибири Мономур, но я решила, что если уж так не получается, чтобы Рос приехал, то будет фильм «Бедуин». Его будет представлять Игорь Волошин, режиссер, который сделал фильм «Олимпус инферно». Я не видел. Эта картина, ну, она так как неоднозначно была воспринята и зрителями, это как раз по событиям в Грузии. Она была быстренько сделана, как бы такая, как я говорю, агитка, но очень-очень профессионально сделана. А вот «Бедуин» это другая история, это действительно фильм, который прозвучал очень интересно, на многих фестивалях он был уже, и фильм о суррогатном материнстве. Иногда тебе кажется, что судьба раздавила тебя окончательно. Ты сидишь среди обломков рухнувшей скалы в пустыне и начинаешь вспоминать, что привело тебя сюда. Однажды судьба стала испытывать тебя на прочность. Ты оказалась крепка. И тогда она использовала запрещенный прием. Все превратилось в затяжной прыжок в бездну без парашюта. И вот, рассекая ледяной воздух, ты летишь вниз. Ты летишь вниз и бьешься об острые камни. Становится горячо, как в кипящей смоле. Кажется, что ты умерла. Но тебя пробуждает дождь. Капли дождя освежают твое голое тело на холодной земле. Ты стала прочнее стали. Но из тебя вытрясли душу. Выпотрошенная напрочь ты бежишь на восток. Ты становишься вечным странником. И ты достигаешь цели. И там, в первозданной пустыне, тебя встречает волшебный младенец. Ребенок, который вмещает в себя всю запредельность вселенной. Этот ребенок твой. и имя бедуинь. Неоднозначная очень история. Я думаю, что она будет интересна. Это такая универсальная тема. Она будет понятна всем, и канадцам тоже, потому что, я думаю, что в момент открытия очень много приходит как раз канадской из телефильма Канады. И Скошио Банк наш замечательный спонсор. Я вот все говорю, говорю, что не только Министерство культуры. Вы понимаете, что Министерство культуры это какая-то часть. Спасибо Скошио Банк, который уже второй год нас поддерживает очень серьезно. Спасибо Импрув, замечательный Инкорпорейшн, Импрув, Инкорпорейшн, который тоже нам помогает. За нами стоят вот такие серьезные спонсоры, которые уже вот тут помогают это все сделать. Без их помощи это невозможно сделать. Спасибо им большое. И все, кто хочет нам помочь, мы открыты. но я так понимаю, что вообще день открытия, вы открыты, день открытия очень важен, поскольку он как бы задает ну как бы понимает какую-то планку уровня вообще в целом этого фестиваля. Как вы считаете вообще вот то, что вы в этот раз привезли, объективно отражает уровень сегодняшнего российского кино? Или вы что-то важное в общем не смогли взять? Самое последнее мы не смогли взять. Я очень хотела получить, мечтала получить те фильмы, которые сегодня... Вы понимаете в чем дело? Ведь продюсеры не дают картину, прежде чем она не попала в конкурсные фестивали. Она же не конкурсные фестивали. При этом мы взяли картины, те, которые какие-то знаковые. Они же не все 12-го года. Бедуин 12-го. Самоубийцы 12-го. Это самое такое... Кстати, о самоубийцах вы ничего еще не сказали. Это же комедия. Это комедия. Это единственное у нас... Я бы сказала, что вот еще Барышников где-то так близко. С элементами. А самоубийцы это тот любимый... Опять же, я все время говорю о том, что наша цель, чтобы привлечь как-то канадского зрителя. любимый черный юмор. Вот такой. Тема действительно самоубийцы. Люди решили покончить счеты с жизнью. И там совершенно потрясающий актерский состав. это Евгений Стычкин, Алексей Воробьев, Гоша Куценко, Акиньшина, Оксана. И они всерьез собираются это сделать. Но как говорит персонаж Евгения Стычкина, я никогда не думал, что путь к смерти может быть таким увлекательным. И все, что происходит вокруг этого, это черная комедия. По статистике удачным является только каждое десятое самоубийство. Мы прыгаем с мостов, они ставят сетки. Мы травимся лекарствами, они не продают их без рецепта. Мы справляемся ревеном, они колят нам антидепрессанты. Идет война постоянно. Не на жизнь, а на смерть. Че ты ждешь, солдат сал? Стреляй, давай! Нет! В меня сначала! В голову! Пошли покончим с этим. без куподов. Хочу умереть. Заходи. У нас есть правило. Перед тем, как умереть, мы исполняем последнее желание. Андрей, я люблю у тебя. Она хочет летать. У нас нет завтра, поэтому нам наплевать на сегодня. Короче, ты не можешь просто так соскочить. Ты вообще понимаешь, о чем я? огне огнестрел. Классический. Не чокаясь. Да что же это такое, а? Кто бы мог подумать, что путь к смерти может быть таким кайфовым? Крутой пацан. Стреляйте, я говорю, они же убьют тебя. Приходите смотреть этот фильм тоже. Ну, вы знаете, вот я когда прочитал список фильмов, которые вы привозите, меня немного удивило отсутствие двух достаточно известных, которые мне очень понравились. Это фильм «Брат». Ой, не «Брат», извиняюсь. «Дом», конечно, да. Рассказываю, это было номер один. Дом надо было привозить. Домер один стоял в списке. Вот могу даже, просто так интересно. Мне само интересно. Потом я смотрю, как менялась программа, как вот с момента формирования программы я все это оставляю. Вот дом. Мы связываемся с продюсером этого фильма с Леоной. Нам говорим нет, потому что они еще рассчитывают еще на фестиваль, на конкурсные фестиваль. А участие в вашем как-то закрывает? Да, если... Какое противоречие? Смотрите, вот сейчас хорошо «Сибирь-Мономур» так получилось, что она уже была на этой американской неделе. И там просто видимо взаимоотношения с продюсерами таковы, что как бы можно решить вопрос. Если на североамериканском континенте не было картины, допустим, то это дает возможность потом попасть на фестиваль. Ведь в фестивале некоторые ставят условия, чтобы это нигде не было показано до этого. Вы понимаете? Понятно. «Дом» это была первая картина, которая у меня стояла в списке. Еще какая-то у меня картина стояла в списке. А вот «Шапито-шоу». Вот! А это вообще трагедия. Вы знаете, что это был целый интересный путь. «Дом» и «Шапито-шоу» это были две картины, которые я выставила первую программу. И с Лобаном у нас постоянно на фейсбуке переписка. И он говорит, да, все замечательно, когда мы приедем. Более того, мы связались с кем бы вы думали, с Мамоновым Петром и договорились, что он сюда приедет. Это то, что я... Это было первое. Вот в тот момент, когда я смотрела на премьере в «Доме кино...» Господи, на фестивале, он был же конкурсный. Поскольку я была в жюри фестиваля московского, жюри Международной ассоциации киноклубов, там большое международное жюри, мы как раз Лобану, я помню, на ЗЭТ-соседании давали приз. И я сказала, все, эту картину я везу в Торонто. Все было замечательно, мы договорились обо всем. Кроме того, что продюсеры в последний момент опять какая-то надежда какого-то фестиваля, то все. Мне говорят, нет, к сожалению. Хотя мы очень надеялись, что приедет и Лобан, и приедет Мамонов. Видите, не все в нашей власти. Ну, это понятно, да. Ну, в общем, вот эти два фильмы... Спасибо, что вы об этом сказали. Видите, как замечательно. Вам было бы очень интересно посмотреть самую мою первую программу, ту, которая до общения с продюсерами. Потому что сначала ее составляешь так, потому что ты видел. В этом очень помогает фестиваль московский. Конечно, и вот сейчас директор русских программ Ирина Павлова приезжает. Я всегда, когда приезжала на фестиваль, я сразу вот-вот для меня было важно отсмотреть все российское кино, последнее, чтобы иметь представление, что показывать тут. Нет, ну, вот в целом, я думаю, что вы сделали замечательный выбор, и зрители наши, даже, я скажу так, те, кто смотрел эти фильмы на DVD, брали их в наших магазинах. Я думаю, что такие мощные фильмы, как «Сибирь, Мунамур», «Как жила-была одна баба», они абсолютно требуют того, чтобы их увидели на широком экране. Потому что это совершенно, я просто представляю себе, это абсолютно другое. Они рассчитаны на это. Вот именно на такой показатель. И еще один фильм, который обязательно надо посмотреть на большом экране, это «Иванов». Там так красиво сделана картина. Она настолько глубоко, от нее невозможно, это тоже была история, когда, я уже не помню, какой это был московский кинофестиваль, вы себе представляете, что такое человек, работающий на фестиваль. 8-10 фильмов в день, я уже ничего не помню. И вдруг я попадаю на Иванов в полуобморочном состоянии, и этот фильм идет 170 минут. Я понимаю, как... Вот бывает такой момент очищения, когда слушаешь хорошую музыку, когда погружаешься в настоящее. Я понимаю, что все, что я смотрела, это была шелуха, а вот это настоящее кино, настоящее... Может быть, даже не кино, это соединение театра и кино. Вот человек в этой роли, вот режиссер, который ведет этих артистов, и это стиль и красота. Всем советую прийти на Иваново. И еще один вопрос, который я хотел бы у вас узнать, почему так произошло. Почему так беден документальный показ? В этом году, я вам объясняю, потому что, посмотрите, у нас всего-то дней, да, фестивальных, очень немного. фестивальные дни полных показов, это суббота и воскресенье, да, когда забито все, а что такое пятница, что такое четверг, что такое понедельник, да, это только вечерние, могут быть два сеанса. При этом, по условиям Министерства культуры, мы должны привести 10 полнометражных картин. У нас просто сетка, вот уже, у нас не было куда, грубо говоря, стоять. И мы решили, что в этом году, в прошлом году, была больше документальная программа. В этом году мы показываем фильмы, во-первых, фильм «Цимбала», и продюсером, одним из продюсеров, продюсером фильма был Валерий Коган, наш президент. И это очень важно, да, мы показываем, как бы, фильм человека, который работает, профессионал, который работает в нашем фестивале. Второй фильм «Брюсов», продюсером была Наталья Семина, человек, с которого вообще идея фестиваля у нас началась. И в этой же программе есть разделка, называется «Русские канадцы». Мы всегда показываем разные каракометражные, документальные фильмы, людей, которые имеют русские корни, но давно работают в канадской индустрии. Поэтому это такая общая документальная и каракометражная программа, которая идет тоже два часа. – Знаете, я этот вопрос задал по двум причинам. Прежде всего, потому что в России очень хорошие документалисты, и второе, что их работы вообще никто не видит, к сожалению. Хотя есть два канала документального кино в России, но там им платят такие ничтожные деньги, что знаете, ну это даже просто оскорбительно называть эти цифры. А работы совершенно замечательные. Даже вспомните, с чего тот же Слава Рос начинал. В общем, он вырос из документального кино. – И это чувствуется в картине. Все правда. Все настоящие. По-настоящему. Я думаю, я очень надеюсь, что в следующем году будет больше документального кино, которое мы привезем. – И мне кажется, почему-то, что вот и канадской аудитории было бы интересно смотреть документальный. Может быть, какие-то вещи, связанные с чисто российскими реалиями, может быть, их не так, ну я имею в виду в игровом кино. Вот документальное, оно мне так представляется, оно было бы, может быть, интересно в таком интернациональном – Просто тут такой большой фестиваль «Хот-догс» существует, и туда попадают российские фильмы, и показываются в этом году, тоже показываются российское кино. Поэтому, как бы, я думаю, ну, «Хот-дог» уже как бы закрывает эту тему. Но это может быть неправильно, и в следующем году надо увеличить документальную программу. «Хот-догс» в общем, я думаю, что мы поговорили обо всех фильмах, или, может быть, вы хотели еще о чем-то сказать? Мы в основном все охватили, и я просто хочу сказать, что у нас замечательная команда. Без этого, я тут просто как программный директор, а у нас замечательный президент, у нас совершенно потрясающий продюсер Феликс Голупев, документалист, продюсер-документалист, известный человек. У нас потрясающий СИО, генеральный директор Лада Тарасова, чудный экономист, чудный дизайнер, у нас вся команда, просто и она сложилась за два года, и ведь это все, мы все волонтерим. Ну, мне остается только, в общем, выразить свое восхищение в вашей работе, и я думаю, что люди, которые придут посмотреть на российские фильмы, они, кроме того, что получат удовольствие от этих фильмов, они еще оценят вашу подвижническую работу, не побоюсь этого пафосного слова, но это действительно так. Вот, спасибо за то, что вы делаете. Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Продолжайте это делать дальше, а мы будем вас, в общем, рекламировать, будем вас представлять, те фильмы, ваши новые идеи, может быть, кстати, кстати, чуть не забыл. Я ведь хотел спросить, а почему бы вам не сделать такой вот приз зрительских симпатий? Будет. Будет? А как вы будете его, вот интересно, как вы будете? Вот сейчас это технически мы решим, как мы это будем делать, как мы будем делать голосование, потому что приз, бриллиантовый единорук, едет из Москвы. Да, но знаете, что наше телевидение, если вам это понадобится, в общем, к вашим услугам, и мы можем в любом виде, в любой форме участвовать. Я думаю, вам будет интересно взять интервью у красавицы наших актрис, Агния Диткапскиты, Татьяна Лютаева, вы помните, Югужинскую, из Таган-Гардомаринов, Дарья Икомасова, Слава Рос, Волош, ну, всех, кто к нам приезжает, вы можете у нее взять интервью. Хорошо, приходите, смотрите, наслаждайтесь, радуйтесь, и не забывайте о том, благодаря кому это стало возможным. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова